Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Ксения Колесниченко, программист компании BioConsult. Мы сегодня с вами будем выполнять задание 16 дня марафона Дата-йога по Кликсенсу. Пункт первый. Используя лассо, выберите на карте Южную Америку. Мы можем как поступить? Ткнуть в любую точку, выбрать лассо и обвести Южную Америку. Замечательно. Теперь нам нужно выполнить задание определить, кто является лидером употребления энергии в Южной Америке за 2017 год. Самая темная область это территория Бразилии, чуть светлее Аргентина, затем идет Венесуэла и так далее. Затем мы снимаем. Пункт второй. Перестройте 3-мап на запасы нефти. Сбросьте фильтры, посмотрите, кто лидер в мире по запасам нефти. Мы увеличиваем наш 3-мап, вносим изменения. Вместо потребления выбираем запасы нефти, меняем друг с другом страну и регион. По запасам нефти у нас идут Венесуэла, Саудовская Аравия, Канада, Иран, Ирак и так далее. Пункт третий. Проанализируйте страны, занимающие лидирующие позиции по потреблению энергии. Что их объединяет, если вспомнить историю. Мы снова открываем наш 3-мап. Перестраиваем его на потребление. И видим, что самые крупные страны это США, Индия, Китай. Точнее, Китай, США, Индия. Это 3-мап. Три самых крупных страны по численности населения. Китай с Индией постоянно соревнуются. И мы переходим к следующему заданию. Задание 4-е звучит так. В таблице производства выберите лидера по производству нефтяных продуктов из регионов, а далее из стран. И проверьте, является ли лидер по запасам, также лидером по производству. Мы закрываем наш 3-мап. Смотрим по производству. Вот здесь можно сделать сортировку, если речь именно о нефти. Мы выбираем ближний восток. И проваливаемся на второй уровень. галочку вставляем на первом месте по производству находится Саудовская Аравия. В то время как по запасам на первом месте у нас была Венесуэла. 5-й пункт звучит так. В таблице потребления посмотрите, кто является лидером по потреблению. Сначала определить регионы, затем страну. И попробуйте перестроить уровень вложенности сводной таблицы. Поменять регионы со странами, выбрать год. Мы увеличим. Во-первых, мы снимем фильтры. Во-вторых, мы увеличим таблицу, чтобы удобнее было с ней работать. Так. Мы смотрим, кто у нас является лидером по потреблению. Давайте выберем, например, 2017 год. Да. Мы видим, что в мире лидером является Азиатско-Тихоокеанский регион. А в нем Китай. Если мы перестроим регион и страну, мы увидим, что на первом месте 332 Китай. Надо еще что-то посмотреть. Ну и они опереждают Штаты. Так. Ну, собственно говоря, если мы поменяем значение с годом, будет вот так. Можно еще вот так вот сделать. Да. Мне кажется, это не самый лучший вариант для просмотра значений. Мне кажется, вот как-то так лучше. Если мы вот сюда переведем еще год, перенесем год, получится, что нам 3 раза надо будет открывать, чтобы смотреть данные за весь период. Так. Это мы справились с пятым заданием. Так. И переходим к шестому заданию. На графике динамики потребления проверить, какой тип энергии используют лидеры. Всегда ли он был на лидирующей позиции. Ну, давайте выберем здесь страну Китай. Для удобства. Мы видим, что это... Так. Прошу прощения. Мы видим, что речь об угле. Ну, и судя по всему, он именно всегда им и пользовался. Ну, вот мы с вами и справились с последним заданием. До скорых встреч при выполнении задания 18 дня. Продолжение следует...